Всем привет! И в этом видео я буду делать очень красивый макияж, вдохновленный особенной фотографией. И нет, это не фото знаменитостей. На фотке обычный красный листочек на асфальте. И да, меня вдохновляют довольно простые вещи. Всем привет! И давайте уже приступим. Первым делом, конечно же, наношу тональную основу. Последнее время у меня слегка красноватое лицо, поэтому использую свою любимицу, тональную основу от Буржуа, которая моментально выравнивает мне тонко. Она делает с моей кожи что-то неимоверное. При этом она отлично относится к сухой, чувствительной коже. Покрытие она дает среднее. Дальше мне понадобятся вот такие вот серые тени. Я набираю их на тонкую кисть и буду заполнять брови. Последнее время мне нравится более ровная форма бровей, поэтому я пытаюсь ее изобразить. Посмотрите, какой контраст. Теперь с бровами закончили. Наношу базу под тени, чтобы ничего у меня не сгаталось. Дальше беру нейтральный оттенок, наношу на все веко, только чтобы закрепить базу. Дальше беру вот такой вот светло-розовый карандашик от Ив Роше и начинаю им прорисовывать внутренний уголок и растягивать по всему подвижному веку. Не знаю, для чего я это делаю, но мне очень нравится эффект. Взгляд становится очень свежим и светлым. Дальше мне понадобится обычный коричневый оттенок с палетки. И наношу его на внешний уголок глаза, порисовываю как будто галочку и растушевываю по складке. Никаких фокусов, это делается только для того, чтобы подчеркнуть форму глаза. Теперь все готово. Дальше беру темно-коричневую жидкую подводку и скотченную кисть. И как вы догадались, я буду делать стрелки. У меня лично они не всегда идеально получаются, поэтому иногда долго над ними тружусь, но через раз все-таки получается. Если же с первого раза не выходит, в помощь консилер. Подправляю им форму стрелки и как будто вытягиваю ее к вискам. Дальше в один слой прокрашиваю ресницы, очень легко, не навязчиво. И конечно же мне нужно добавить накладные ресницы. Чем я сейчас и буду заниматься. У меня самого натурального типа. Все названия, как всегда, в инфобоксе внизу. Вот такие красивые ресницы получаются. Чтобы добавить осеннего настроения, я беру, конечно же, золотой оттенок тени. Беру влажный вардный диск и промакиваю им кисточку. Тени буду наносить влажным способом, так они лучше закрепятся и будут более насыщенной пигментацией. Золотой оттенок наношу по линии нижних ресниц. И вот так вот интересно получается. В одно касание прокрашиваю нижние ресницы тушью и макияж глаз готов. Переходим к контурингу. У меня самый обычный бронзер. Вырисовываю скулы и наношу на боковинки лба. По сути, я прорисовываю как будто букву С. Это мне даст красивый контур лица и более острые скулы. Дальше беру румяна. Они довольно темные, такие кирпичные, с золотым переливом. Наношу их слегка касаясь щечек. Они с мерцающими частичками, поэтому будет как будто хайлайтер. Переходим, наконец-то, к губам. Я беру самый обычный черный карандаш для глаз и начинаю им заполнять уголки губ. Да, звучит странно, но и выглядит точно так же. Так как это первый этап, поверьте, дальше будет красиво. Дальше растушевываю пальцами и параллельно добавляю цвета, стараясь сделать как будто градиентный эффект от уголков к центру губ. Немножко странно и слегка готично. Дальше беру красный классический цвет помады и начинаю прорисовывать центр губ. Довольно ненавязчиво и легко. Беру кисточку и начинаю заполнять губы красным цветом. Выглядит интересно, но довольно грязно. Пора почистить уголки. Как всегда возвращаюсь к консилеру и плоской кисточке. Вырисовываю нужную мне форму губ, подчищая всякие неровные края и избыток пигмента. И с макияжем мы тоже закончили. Дальше переходим к волосам. Я начинаю прядь за прядью выравнивать волосы, но на кончиках пытаться их немножко подкрутить. На концах волос я держу плойку немножко дольше и как будто прокручиваю. Стараюсь брать небольшие пряди, так прическа будет более объемной и красивой. И вот такой вот эффект у меня получился на волосах. Мой образ готов. Надеюсь, вам понравится такой интересный макияж и возможно даже прическа. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх-внизу под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Я вас всех целую. И пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!